Двусторонние отношения России и Казахстана, совместные проекты, обсуждение мировых проблем. В Астане сегодня переговоры на высшем уровне. Туда с государственным визитом прибыл Владимир Путин. Лидеры беседовали один на один, широкий круг вопросов обсуждали в расширенном формате. Подписано несколько важных документов, в том числе в сфере нефтедобычи и космической отрасли. Астана сейчас на прямой связи, там работает наш корреспондент Александра Черепнина. Саша, какие есть подробности? Здравствуйте. Мы сейчас у резиденции казахстанского президента. Встречи на высшем уровне здесь завершились совсем недавно. Российскую делегацию встречали с официальными почестями. Это 13-я встреча в этом году у Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Они виделись на различных саммитах и форумах. И вот на одном из них, когда Нурсултан Назарбаев приезжал в Сочи в сентябре, он пригласил Владимира Путина в Астану с государственным визитом. Надо сказать, что согласно дипломатическому протоколу, это наивысшая ступень в иерархии визитов глав государств. И это демонстрирует особый уровень отношений между странами. Когда переговоры завершились, оба лидера вышли к прессе для совместного заявления и рассказали, что особое внимание в ходе сегодняшних переговоров уделялось обсуждению торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру падения цен на ведущие товары нашего экспорта, колебания валютных курсов всё-таки удалось сохранить высокую интенсивность торгово-экономического взаимодействия. Российский бизнес представлен практически во всех отраслях казахстанской экономики. Созданы и успешно работают 5,8 тысяч совместных предприятий. Через территорию России идёт основной объём транзита казахстанской нефти на внешние рынки – порядка 20 миллионов тонн. Журналисты наблюдали и за церемонией подписания документов. Среди них было соглашение по разграничению на северной части Каспийского моря. Оно позволит продолжить совместные разработки нефтегазовых месторождений. Раньше как раз из-за некоторых юридических моментов проект тормозился. И вот месторождение, надо сказать, это крупное, только нефтяные запасы оцениваются примерно в 100 миллионов тонн. Речь идёт о нефтяносной структуре «Центральная». Также среди документов было подписано соглашение, оно было продлено. Соглашение по аренде земельного участка в Казахстане, который используется при пуске ракет из позиционного района Домбаровский. И были подписаны документы, касающиеся сотрудничества в области авиационного поиска и спасения людей. Обсудили лидеры сегодня актуальные вопросы международной повестки, в том числе и сирийский кризис.